Братишки, а я вам мешаю? Ну а почему вы мне мешаете? Мне с утра на работу. Я в пять часов подошел сюда. В пять часов утра подошел. Мне сказали, мы не будем шуметь. Окей, прости, пожалуйста. Каждый человек имеет право на отдых, но люди вкладывают в это слово разное содержание. Одни отдыхают на шумных вечеринках с громкой музыкой, другим после насыщенного трудового дня нужны тишина и покой. Конфликты соседей в большинстве случаев возникают из-за того, что кто-то превышает допустимый уровень шума и тем самым мешает остальным людям, отдыхать. Как закон защищает права граждан на покой и тишину? В Конституции есть такая статья 17, где сказано, что осуществление прав граждан не должно нарушать права и законы интереса других граждан. То есть никому не запрещено не петь, не слушать громкую музыку, но эти права не должны нарушать права других людей. Что относится к шумным действиям? На территории Нижегородской области действует закон о обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области. В 2015 году он был принят. И в этом законе сказано, что относится к шумным действиям. Это громкие выкрики, топот, свист, пение, скрип, использование музыкальных инструментов, стук, передвижение мебели. Также относится к шумным действиям и производство ремонтных, строительных работ, погрузочно-разгрузочных работ. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе на установленных им транспортных средствах. Также к шумным действиям относятся непринятие мер к отключению звукового сигнала, сработавшего охранной сигнализацией транспортного средства, и использование пиротехнических средств. Вот что такое шумные действия. В какие дни нельзя шуметь? С понедельника по пятницу с 22 часов до 7 часов. А в отношении производства ремонтных работ с 20 часов до 7 часов. То есть шумные действия никакие не должны быть. В субботу, воскресенье и в установленные законы праздничные дни шумные действия нельзя совершать с 23 часов до 10 часов. А работать, выполнять ремонтные работы в домах нельзя с 20 часов до 10 часов. Также нельзя делать шумные действия с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно. То есть так называемый тихий час. Последнее не распространяется на садовые земельные участки. Никто не запрещает слушать тихую музыку так, чтобы не было другим слышно. Если другим будет слышно в соседней квартире, это будет означать, что громко слушают. Власти установили конкретное число децибел на каждое действие. Так, обычная речь – это 40-45 децибел. Примерно на таком же уровне шумит вода, текущая из крана. Работает холодильник или стиральная машина. Плач ребенка – около 80 децибел. Семейный скандал, звук сигнализации – 110 децибел. Ночью уровень шума не должен превышать отметку в 30 децибел. При этом весь ремонт, звуки которого могут приносить дискомфорт жителям других квартир, не может длиться более 90 дней. Где запрещено нарушать тишину. Это многоквартирные жилые дома, это дворовые территории, это садовые земельные участки и помещения и территории медицинских, образовательных учреждений и организации, оказывающих социальные, революционные и оздоровительные услуги. Есть ли законе о тишине исключения? Как я уже говорил, к шумным действиям относятся в том числе использование пиротехнических средств. Но в законе есть ограничения. Это не распространяется на периоды с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. И с 21 часа до 24 часов 9 мая. То есть означает, что в это время можно запускать фейерверки и так далее. И за это никакой ответственности не будет. Какое наказание грозит нарушителям закона о тишине? Любая норма закона, она не только предполагает определенные правила поведения, но еще и ответственность. В противном случае закон не будет работать. У нас на территории Нижегородской области действует кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях, где в статье 2.1 сказано, что совершение, предусмотренное законом Нижегородской области об обеспечении тишины и покоя граждан, действия, нарушающих тишину и покой граждан, это влечет ответственность в виде предупреждения или наложения на граждан административного штрафа от 500 до 2 тысяч рублей. Если должностные лица в этом виновны, то штраф от 1 до 4 тысяч рублей, а юридические лица штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если повторно будет совершено такое правонарушение, тогда ответственность увеличивается. На граждан ответственность от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 4 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей. Игорь Губинок – юрист с многолетним опытом. Были в его практике и обращения по вопросу защиты прав человека на тишину и покой. Я хотел бы рассказать один случай из моей практики. Это был, наверное, 2017 или 2018 год. Приходила ко мне женщина с мужчиной. Они были очень обеспокоены тем, что их соседи, начиная с 11, с 12 часов, начинают слушать громкую музыку. Это просто их жизнь делала невыносимой. Игорь Губинок посоветовал при следующих нарушениях их право на тишину снова вызвать полицию и потребовать составления протокола на соседей. Это когда все вновь произошло, они вызвали сотрудников в полицию, составили все-таки те протоколы об административном правонарушении. Потом это лицо было мировым суде и привлечено к административной ответственности. Это также не подействовало. Повторно уже пришлось вызывать сотрудников полиции. Уже составили протокол по части 2, значит, еще один штраф дали. Я даже помню, был еще один случай, инцидент, но соседи уже были тоже настойчивы. Они опять вызвали полицию, потребовали составление еще одного протокола об административном правонарушении. Штрафы пришлось заплатить. И то, опять-таки, этот нарушитель не платил штрафы. И тогда уже в отношении него был составлен другой протокол за неуплату штрафов. А у нас в Кодексе об административных правонарушениях есть такая статья 20.25. Неуплата административного штрафа. Это означает, что лицо будет привлечено еще к одной административной ответственности в виде двойной суммы штрафа, либо административный арест. В данном случае дали двукратный размер штрафа. И помимо этого мы подали иск о взыскании морального вреда. То, что это нарушает неимущественные права граждан. И поэтому можно требовать и морального вреда. Ну и вот после таких активных действий, как мне потом сказали, уже был полный порядок. Никакого нарушения тишины не было в это время. Если соседи не реагируют на просьбы убавить громкость музыки или прекратить ремонтные работы, то Игорь Губинок советует действовать решительно. Чтобы подтвердить факт превышения громкости в конкретной квартире, сделайте видеозапись. Видео понадобится, когда придет участковый, поскольку к моменту его прихода соседи могут перестать шуметь. Представителю правопорядка нужно подать письменную жалобу. После разбирательства нарушителя оштрафуют. Также можно обращаться в Роспотребнадзор, полицию и даже в суд. При наличии свидетелей и видеозаписи, подтверждающие нарушение, вы имеете все шансы наказать соседа, который постоянно изводит вас шумом в ночное время, и даже взыскать с него средства за понесенный моральный ущерб. Обратиться за консультацией к Игорю Губинку можно с понедельника по четверг с 8 утра до 6 вечера, в пятницу до 17.00. Офис юриста находится по адресу улица Московская, дом 40А, телефон 3-77-82. Сейчас в Нижегородской области идет уголовное дело в отношении одного человека, который включал в своей квартире куконское ржание. И он это делал многократно, как говорили в СМИ, в ответ на детские плачи и так далее. То есть этого человека бесило, и вот он решил таким образом отомстить. Ну, многократно это было. Обращались люди в полицию, видимо, составляли в отношении его и административного протокола. Это никак не помогло. И вот сейчас возбудили в отношении этого лица уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса, часть 2, так называемое «Истязание». Приговор нарушителю еще не вынесли, но если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Не доводите проблемы с соседями до конфликта. Будьте взаимно вежливы и тактичны. Уважайте права друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова